День рождения церкви отметили в Екатеринбурге. В праздник Святой Троицы всеночное бдение и литургию в главном храме епархии возглавил митрополит Евгений. В кафедральный собор жители и гости города пришли не только встретить двенадесятый праздник, но и помолиться в Доме Божием в день престольного торжества. Всеночное бдение накануне праздника Пятидесятницы – одно из самых радостных и торжественных богослужений Церковного года. Впервые после семинедельного перерыва звучит молитва Святому Духу. История создания Свято-Троицкой церкви началась 210 лет назад. Храм был заложен на средства купцов Рязановых в 1814 году. Дом Божия строился по проекту уральского архитектора Михаила Малахова. В 1839-м состоялось освящение Южного предела и церковь начала действовать. Освящение главного храма состоялось в 1852-м. В годы Великой Отечественной войны здесь разместили оборудование ткацкой фабрики и цех по пошиву шинелей. После обустроили дворец культуры. Новая жизнь Дома Божия началась после переговоров тогда правящего архиерея Владыки Никона с представителями власти. Итогом стала передача церкви верующим. В мае 1996 года здесь состоялось первое богослужение. А в сентябре 2000-го святейший патриарх Московский Алексий II совершил освящение храма после реконструкции. И уже почти три десятилетия здесь вновь отмечают престольное торжество. Этот праздник обращен в будущее. Об этом так говорил пророк Иоиль. И будет в последние дни. И зальет Духа моего на всякую плоть. И на рабов моих, и на рабынь моих, и зальет Духа моего. Прежде чем придет день Господень великий и страшный. И всякий, кто призовет имя Господня, не спасется. Вот это нужно помнить, вот это нужно знать, чтобы понять, почему же день Пятидесятницы становится великим христианским праздником. Что переживали апостолы и первые христиане, и что же должны переживать мы в этот день. В этот день совершилось исполнение пророчества Иоиля. И на учеников христовых не сшел Дух Господень. Духовенство совершает богослужение в облачениях зеленого цвета, символизирующего жизнь и обновление. Зеленые ветки, которыми украшен храм, отсылают нас и к Дубраве Мамвре, где Господь и Святая Троица в виде трех ангелов явился Аврааму, и к цветущей Синайской горе, где Бог дал Моисею десять заповедей. Торжество напоминает нам и о Древней Пятидесятнице, когда во времена Христа было принято приносить в дар Богу первые плоды жатвы. Также храм символически становится той сионской горницей, которая была украшена к празднику Пятидесятницы и в которой находились апостолы во время сошествия Святого Духа.